Ребята, всем привет! Это Борода ТСД и наш экспериментальный выпуск, в котором я на один день превращусь в таксиста. Мы узнаем, сколько можно заработать, как устроиться в такси, с какими сложностями справляются водители, профессиональные водители такси в Москве. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Приятного просмотра. Не забудьте поставить лайк. Ну и смотрите, что вы сидите. Самое обидное, что, короче, это вообще нифига не похоже на работу таксистов в фильме «Такси», на который я так рассчитывал. Любого человека, который решил устроиться в Яндекс.Такси, сначала ожидает вот эта комната, центр обучения и найма водителей. Сейчас узнаем, что там происходит. Оказывается, все не так уж и просто. Нельзя просто прийти и взять машину и поехать работать. Нужно пройти определенные процедуры. Мне немного повезло, я приехал пораньше, поэтому очереди нету, но плеточек надо в любом случае взять. Номер один в списке. И что, куда? Сюда? К вам? Здравствуйте. Можно ваши документы? Какие? Паспорт, водительская, если есть наличие, медицинская справка. Это у нас условия работы. Ли машины. Эконом-класс и комфорт-класс. Выбирайте комфорт-машину, у вас будут заказы эконом-класс и комфорт. Если выбираете эконом-машину, то только эконом-заказы. А если комфорт-плюс? Это после испытательного срока. А, так сразу нельзя. После испытательного срока. То есть комфорт, давайте допустим комфорт. Смотрите, к этой сумме прибавляем 150 рублей накопительный взнос. Накапливается до 15 тысяч, не было штрафа, вам эти денежки возвращаются. Или через несколько... 150 рублей в сутки. Да, в рабочие сутки. С вами будут работать две диспетчерские форумы, такси Яндекс.Такси. От любого заказа нужно внести 20% в кассу. Касса у нас работает круглосуточно на третьем этаже. То есть любой заказ, который я получил, допустим, на 1000 рублей, да, 200 рублей я должен оплатить. И плюс у меня 1900 рублей за машину и 150 рублей. Ну, грубо говоря, 2000 в любом случае у меня в день уходит. Мой-то тихо-твыжин у нас бесплатный. Прекрасно. Так, заполните, пожалуйста, анкету. Туда присаживайтесь за стол. Хорошо. Анкетка. Ну, все, сейчас бумажки заполню. Поедем. Следующий этап устройства – это собеседование, которое мы сейчас проведем. Коскин медик с Натологерством. А когда закончили? В 2009 году. С вами все работали? Нет. Здесь послали многих. А чем вы сейчас занимаетесь? Натологерством. Телерадиокомпания «Россия». С 12 по 16 год. Да. Ты понимаешь, с 16 года на фрилансе. Да. Свободных левых. Лешение. Был через сплошной. В каком году? Это было, так, в 2007 год, наверное. На сколько по времени вас лишали? Ну, 4 месяца. Никаких этих чающих не было? Какие? Иногда бывает, что ходят за штрафом в 2007 году. Нет, тогда не было за штрафом. Тогда это был пункт 15.4, по-моему. Он не подразумевал никакого штрафа. Там лишение от 4 до 6 месяцев. И меня лишили по минимуму, потому что я был торпший парень. А вообще, когда последний раз выпивали? Выпивал. День пятницы. Что пили? Вино. Достаточно благородно звучит. На самом деле, слишком. Да? Давайте с самого простого начнем. Какие вокзалы у нас находятся на площадь трех вокзалов? На площадь трех вокзалов у нас Казанский, Ленинградский и... Сейчас. А? А? А, Ярославский. Подсказка из-за камеры. Не на троечку, ну ладно. Хорошо. В аэропорт Домагедов как проехать? Ну, через Каширское шоссе. Шереметьево. И в Шереметьево через Ленинградское шоссе. Или через Поплотник по-новому можно. Хорошо. Где находится у нас Ленинградское шоссе? Ленинградское шоссе. Это район между Кутузовским и... Ну, район Кутузовского шоссе. Там Деребиновая улица. Ага. Поплотник по-новому. Вообще не знаю, где высказывается. Народного ополчения. Народного ополчения. Это маршал Жуковый район. Мне... Какое оптовождение у нас есть? Огромное, мне кажется. На чем? На всем. Сейчас свой автомобиль какой? Сейчас свой автомобиль, ренджовер. Ага. И по Москве автомобиль, да? Влажные? Да. Ну, я ввожу любые машины. Все равно старые, новые, автомат, механика, спортивные, гнедорожники, грузовики, что угодно. У меня нет категории грузовой, но грузовики я очень много. Если бы вы пришли просто так, я бы спросил, зачем мне собственный ренджовер идти в такси? А потому что он стоит 500 тысяч. И они об этом знают, вот эти ребята, которые вот там сидят. По внешнему виду. Мы это обучение отдельно проговариваем. То есть, опрятный, аккуратный внешний вид. И если вы там, да, допустимо в джинсах, допустимо в футболке, но футболка должна быть без каких-либо надписей. И, соответственно, чистая, там, опрятная кровать. Недопустимо камуфляж, недопустимо спортивная форма, где там шорты и прочее. Заранее, поэтому вас предупреждаю, если вы в таком виде придете получать автомобиль, вам его не выгодит. Угу, я понял. После того, как мы прошли первое собеседование, заполнили анкету, и нас немножко попытали практически, как на детекторе лжи, надо пройти тестирование уже здесь, непосредственно на планшете. Но интересной особенностью является то, что если я буду пытаться списывать, то вот там сзади у нас висит камера, где сидят люди в Яндексе, прямо непосредственно, которые отвечают на ваш поисковый запрос, вот эти самые. Вот. И контролируют, чтобы я ниоткуда ничего не списывал, поэтому это у меня не получится. Ну что, приступим. Так, заполняем еще раз документы. Покажите водительское удостоверение в камеру. Так, новый образец. Камеру хочется протереть, честно. Так, не смотри, вот оно. Тут это прямо на координацию, да, занятие какое-то? Походу я не прошел. А, вот, все, я понял, надо нажать просто. Я просто сижу и жду, пока он сам, знаешь, это сделает. Оказывается, надо нажать кнопку. Теперь мое фото. Чтобы визитная карточка водителя, надо протереть камеру. Так, глаза тут, подбородок тут, улыбаемся. По-моему, и на маньяка он какого-то, похоже, честно говоря, вряд ли кто-то со мной поедет. Самый счастливый человек на свете. Наденься. Я сейчас посмотрел ролик обучения, как пользоваться приложением, и здесь есть симуляция. Сейчас попробуем. Так, заказы. Да я знаю, я же так что смотрел. На линии. Все, я на линии. Так, сумма. Я на месте. 252 рубля. Навигать. Навигать. Так, сумма. Так, сумма. Завершить. До свидания. Хорошего вам дня. Это я трепетирую просто, что. Все, друзья. Первый заказ выполнили. А робот-таксистам не так что тяжело. Теперь я, благодаря обучению в Яндекс.Такси, узнал, кто именно рекомендует всем таксистам ставить классическую музыку, либо радиоджаз. Когда ты едешь, и так тихо-тихо играет этот вот. Ты думаешь, о господи. Ну, грамотный водитель, я знаю, всегда спрашивает, есть ли предпочтение по радио. Главное, чтобы это был не шансон. Я этого не вынесу. Пожалуйста, оцените поезд. Я думаю, я справлюсь. Если пассажир выйдет, проверьте салон. Вдруг он забыл что-то ценное. Зависимо от того, насколько ценные вещи решаете. Хотите вы дальше работать в Яндексе или, в принципе, вы обеспечены до конца жизни. Если вещи не слишком ценные, верните их. Пассажир начал говорить по телефону. Каково ваше действие? Убавить громкость музыки, никаких действий не предпринимать. Воспользуйтесь случаем, и сами кому-нибудь позвоните. О, вы говорите по телефону, я сейчас тоже позвоню бабушке в Киров. Вопросы без ответа не принимаются. Выберите любые варианты, если не знаете ответ, длительность в 4 на 25 минут. А я быстрее чувствую. Я никогда не оставлю свою автомобиль в неположенном месте. Мне кажется, это правильно ответить. Ты же едешь, лучше будет. Я думаю, с какой улицы расположены на музее Булгакова. Тотка вина узнает. Ну, точно, Благоруковская. Ну, пусть будет большой Арбат. Ну, новый Арбат, в смысле. Какая улица пересекает Суенский проспект? Ну, вы, конечно, спросите, блин. Вообще, я, короче, просто как ястреб отвечаю моментально. Только когда необходимо нажимать кнопку на месте. Завершить. Ну, давай, что? Ваши ставки. Три ошибки. Три ошибки? А, тут еще что-то. Черный экранчик. Планшет не хочет со мной дружить. А он что, считает или что? Пять баллов. Это плохо? Как и диван. Вам будет присвоено 30. Я все, что ли, правильно ответил? Ну, не все. Но то, что допустимо, наберем. Пять баллов. Вот так вот. Лучшие таксисты здесь. Все, удачных вообще, короче, просто я царь Яндекса. Я сдал на пять. Так, Олег, телеграмм у вас, наверное, есть. Да. Это телеграмм? Надо будет настроить чат с диспетчером. У нас корпоративные клиенты. У них есть подлички для встречи в аэропорту. И у них особенная тарелка. Тоже, чтобы у вас было. Сап. А, это я типа вот так стою в аэропорту и жду. Нифига себе вообще вот это опция. На перроне. И вот так я могу стоять. Ага. Все, ребята, я официально таксист. Водитель. Поняли? Вот так должен выглядеть улыбающийся, счастливый человек, который вас будет возить. Поехали или пошли за машиной. Сейчас мы находимся в месте, где водители забирают свои автомобили и выезжают уже на линию работать. Такой центр выдачи. Там они проходят медицинскую комиссию каждый раз перед выездом. Потом, соответственно, получают автомобиль. Ну, оплачивают в кассе и в аренду. И все, можно идти, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Максимов Олег. Вот сегодня только зарегистрировался. Да, машину хочу взять. Номер машины 130. Права покажите, пожалуйста. Да, да, одну секунду. Доктора прошли. Нет еще. Доктора пока не прошло. Права документов на машину, ключи от машины. Проходите доктора с листочком об оплате, который лежит на той коробочке. Приходите ко мне из кассы и я вам выдаю путевку. Хорошо, спасибо. Теперь нам надо пройти доктора. Здравствуйте, доктор. А, наберите номер водительского удостоверения или приложите персональную карту к считывающему устройству. А где считывающее устройство? Информация верна. Да. Это жалобы. Ой, блин. Зачем мне нажать? Хотя я случайный. А он пишет нажмите для начала измерений. Друзья, если вы решили прийти к таксистам работать, пожалуйста, внимательно читайте, что написано на экране. Не тыкайте, что у вас есть жалобы на состояние здоровья, потому что теперь я еще целые сутки без бабла буду сидеть. Набрал бумажек, ключей и в результате как бы сегодня не могу поехать. Но зато в следующий раз я сюда приеду уже утром, для того, чтобы в самое сочное и самое зарабатывательное время попасть на маршрут. Ну, настало то самое утро понедельника, когда я приехал для того, чтобы забрать машину. Ездить я буду на Шкоде Рапид. И мне сказали ее тщательно осмотреть. Потому что, если что, все запишут на меня, все косяки. Но я нашел пока только царапины на переднем бампере. В целом машина, я так понимаю, в самой-самой простой комплектации. Даже нет центрального замка. Но молодым таксистам как бы зато дешевле, понимаете. Зато нормально, зато желтая, с огромной надписью Яндекс.Такси. Сейчас мы ее заведем, послушаем, как она работает. Я ее уже читаю по слогам. Я ее давно уже читаю по слогам. Это про меня. Ну, заводится вроде. 24 тысячи километров пробеж. Свеженькая. На газ реагирует. Не знаю, что. Все вроде нормально с машиной. Так, сейчас я, по идее, должен пойти сказать, что я ее беру. И пройти медкомиссию, но этот раз нажав на все нужные кнопочки. Я, кстати, даже постригся для того, чтобы быть в наиболее презентабельном виде. Чуть-чуть бороду побрил. Все как бы такой. Купил водички. И сейчас будем обвешивать машину. Все будет режим лайф, ребята. Я сразу предупреждаю. Никаких подстав, ничего. Я хочу, действительно, время 12 часов. Хочу до 12 ночи. Надо машину успеть отдать. За это время узнаем, сколько я заработаю. Съемка будет производиться на видеорегистраторе для чистоты эксперимента. Ну, и Дима будет приезжать ко мне иногда для того, чтобы мои ощущения поснимать. В багажнике застаем шашечки, ставим на крышу. Наличие запасного крыша, баллоны и ключи. Все это присутствует в комплекте. Забор автожилиста. Все в комплекте присутствует. Даже 50. Шашечку вот так вот ставьте. Она так надежнее и красивее смотрится. Машина простояла немножко дольше, чем предполагалось. Есть предложение вам заехать на мойчик, чтобы она была почище. Ну, да. Она просто запылилась. Я только ее помыть. Да, просто сверху ополоснете, не обязательно. Все это у вас есть. Карточка водителя есть. Да. Карточка водителя крепится вот сюда, сзади этой таблички на лобовое стекло. Итак, я готов выезжать на маршрут. Моя Шкода готова. Значит, я опишу немножко, что я сделал для того, чтобы клиентам моим было максимально комфортно. Ну, во-первых, для того, чтобы снимать, мы поставили два регистратора. Они у нас... Ну, пока только один, потому что второй надо еще закрепить, он в эту сторону не поворачивается. Во-вторых, для клиентов я купил водичку. Вот я ее здесь поставил в дверь. Собственно, все. Это те два пункта, которые я сделал. И еще я не курю в машине, а как бы чисто ее буду поддерживать. Ну, как бы все. И сам я в хорошем расположении духа и буду слушать нормальную музыку. Ну, как все мы любим. И сидись, и там мановар. Не, на самом деле нет. На самом деле обычную музыку слушать. Ладно, нам надо сейчас докупить разветвитель для прикуривателя, для второго регистратора, и все. И можно отправляться на маршрут. Знаешь, чего у тебя нет? Чего? Подумай внимательно. Совести? Ну, это понятно. Не знаю. Ну, что у всех таксистов постоянно? На лобовом стекле куча таких. А, нет, у меня нет ничего этого. Сейчас купим для телефона держалку. Это уж неотъемлемая часть. Да, неотъемлемая. Неотъемлемая. Багажник нужно загрузить как-то? Мы сейчас давайте как-то выйдем на лево поездим, чтобы по Абаршавке не ехать. И там, в Зарасашанский, до Дорожной улицы доедем. Хорошо, хорошо. Вернее, в Зарасашанский. Договорились-то, да? Я вот тут вот просто путаю. Всегда, когда муж, дочка за рулем, тут как, направо-налево, на Раршавке. Тут он направо, говорит, поворачивает. Направо? Он на Раршавку не высащит. Ну, ради Бога. Там, значит, он хочет... Ну, да, он на Кусу-Паршавке хочет проехать. Да, Кусу-Паршавке. Ну, там вроде все свободно. Да, ну, право-второ. Сейчас хорошо, навигаторы все знают. Да. Знаете, раньше мы учили телефоны наизусть, все помнили. Да, да, да. Сейчас погеловная ступенья. Честь телефон, не знаю. Пропала? Матрилка пропала, все. Все, да, уже ничего не знаешь. Даже более того, там ежедневник, и все, и уже не знаешь, что тебе завтра делать, что у тебя там записано, куда-чего. Сказалось, что я не работаю. Да, у меня ежедневник, если спищу, обладание. Что делать, когда делать. Вы-то очень правильно делаете. И правильно, конечно, но иногда думают. Сеградация, а то есть память отмечаем вообще. Получается, так, 200 рублей. Мне, к сожалению, только. Так, сейчас я посмотрю. Надеюсь, что у меня что-то есть. Так, 300 рублей я вам должен. Так, а мне, походу, делать даже только 500 и 100. А я вам должен аж 300. Тут магазин какой-то есть, разумеется. Сейчас я по консервке спрашиваю. Да, пожалуйста, водите. Я пока ваши вещи вывезу. Вот так вот. Классическая таксистская схема развода. Короче, типа нет с дачи, но у меня ее, правда, нет. 50 рублей чаевых, друзья. 5, 5, 5, 10. Так что я все время с чаевыми, пацаны. А мне тем временем все сыпется и сыпется заказы. Буквально вот через 600 метров меня ждет следующий клиент. Очень удобно, слушайте. Они прям настолько локальные, эти заказы. Какая-то очаровательная девушка, по-моему. Ко мне, ко мне, не ко мне. Ой, не бегите, не бегите. Здравствуйте. А садитесь с той стороны, вам удобнее будет. Хорошо, окей. Хорошо. Как вам удобнее, здравствуйте еще раз. Я еще не собиралась, на самом деле, даже собирались. Машина еще заехала, просто не знали. А что у вас случилось? Да, паркерик сняла, просто и голову. Да? Да, там такой заезд, тут летите, я вообще не знаю, бетон. Царапали? Царапали, диск, банки. А, это такая, когда карусель идет, вот этого. Я вечно вижу, они все истерты, постоянно. А ты вру, слушайся. В общем? Хозяйки сняла, что что-нибудь ждать, потому что у нас есть поиск убийств для машины. А, и как он вообще умудрился. Я сначала на него говорю, ты что вообще, не чувствуешь, ты что-нибудь рвы, я пьяный, ты что-нибудь чувствуешь. Он говорит, слушай, ты не сможешь здесь прикрываться, мне сразу сказал. Он говорит, ну, дело-то не во мне. Он говорит, посмотри на эту бетонку, она же вся исчерпанная. Мы начали выезжать, и навстречу парень спускался, например, у него была крышка открыта, он из него так прям торчал наполовину, и вот так, понимаете, смотрел. А я так, в общем, говорю, ну, как он, как он? Он уже с опытом выходит. Он такой говорит, ой, ну, лучше не спрашивайте. Что все так говорят, ой, это же резко, не надо любить. Ну, как я не любить? Ну, дело даже не в любви, просто в том, что как-то это бессмысленно получается, что ли. Но дело там, ладно, ну, авария, что-то произошло, всякое было, а тут, получается, как-то преднамеренно, что ли. То есть тут ничего по-другому никак не сделаешь, это очень странно. У нас каждый день как праздник, у нас тоже каждый день как праздник, мы себе ни в чем не отказываем. Вот мы у нас каждый день как праздник, в чем не отказываем. Все, приехали, спасибо. Всего хорошего, хорошего отдыха, не расстраивайтесь. До свидания. Такая мадам забавная, конечно, вообще. Очень забавная мадам. Слушайте, сегодня я прям в этот, как-то 50-50. Кто-то вообще молчит, кто-то вообще болтает. Интересно. Человек, а можем быстренько вот так повернуть и вот около шаблотки на секунду эти цветочки куплю и все. Да, конечно. Во время длительных поездок, во время от времени следует останавливаться для отдыха. 200 рублей, чаевых. Зацените уровень, ребята. Знаете, я странно себя чувствую, конечно, потому что я не разговариваю, да? Так, а, ну да, сейчас уже туда заеду. Я не разговариваю, но у меня есть дикое желание разговаривать, потому что у меня такое ощущение, что люди со мной скучно. Слушай, ну не так все плохо. Едешь, едешь себе такой спокойненько. Уже за первые 4 часа работы таксиста я понял, лучше брать заказы, конечно, стоя на месте. А я все время катаюсь, пытаюсь... Я все время уезжаю, короче, куда-то на юго-западную, а потом возвращаюсь обратно в центр. Беру там заказ и опять еду на юго-западную. Стою я с открытым багажником, не зря парковаться здесь нельзя. Я таким образом прячусь. Это как бы таксистская фишка. Вот. Подвозил двух женщин, одна из них буквально вломилась в машину, и без всяких как бы приложений я ее довез до юго-западной. Пока бодро и свеж. Жду, пока Дима быстренько сольет регистратор, и я поеду дальше. Ура-ура. Варшавское шоссе, 5 минут, ребята. У меня 5 минут, чтобы взять заказ на Варшавском шоссе. Значит, соответственно, я вот здесь могу нажать сразу на кнопку навигации. Очень удобно. Яндекс.Навигатор включается. Все обозначено. И мы можем нажимать. Поехали. Все. Шрут перестроен. У меня работает оптимус. Все, я выдвигаюсь. Дима пошел вон. Увидимся с тобой вечером. Очередной заказ. Начинаем работать, ребята. Бабушки. Бабушки, в смысле бабоньки, они, знаете ли, сами по себе к рукам не липнут. Королев? Да. Холодно будет говорить. Нет, пока будет холодно. Если вас не затруднит, настигнитесь, что у вас не было вопросов от сотрудников. Вот так все, Ванюша, закомнула. Еще было достаточно интенсивно. Ну, вы знаете, вот тоже, на самом деле, я... Здравствуйте. Здравствуйте. Где-то станции, не пойму, куда здесь выжать. А-а. Ну, в общем, нашлись, главное. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Так, куда едем? Долго вернется. Без налога, да, вот. Да. Хорошо, спасибо. Так, багажник, можно? Да, да. Немножко я уже задолбался, честно говоря. Я же вот просто о чем подумал, что это же люди так целый день мотаются. Я понимаю, что я не профессиональный таксист, но время пролетает моментально. Ты вроде берешь один заказ, проезжаешь немного, потом берешь другой заказ, и ты просто часы за часами. А люди так проводят целыми сутками время. Для меня это, конечно, удивительно. Я вот после этой поездки, мне кажется, больше буду уважать гораздо таксистов, перестану на них ругаться. Все-таки хлеб этот дается совсем нелегко. По навигатору никуда заезжать не надо? А? По навигатору едем, никуда заезжать не надо? Нет, по навигатору. Ага. Участвуем. Да, что случилось? А вот видите, вот это вот. Что? То льдем, он прокладывает трубы, он к тому комплексу, этому жилищному. Ага. По отрасли. Ну, у нас по труду, поспорютили. А у нас он на плывуне как бы стоит, то ли полотно, то ли плывун. Угу. Ну и вот там, в том крае уже вода стоит, вот. То есть траншеи, которую они там прорыли, а гулина, траншеи метр четыре. Ничего себе. И там вода стоит. Так, я здесь проеду, нет? Нет, 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 назад. Назад, назад. А, это вот с этим как раз и связано, да? Эти вода, да. Эти вода, да. Эти вода, да. Эти вода, да. Там вот на противоположной стороне, там, на обратную, собственно, и еще. Десять пятьдесят. Спасибо. Спасибо. Ой, посмотрите, а то я вот вижу. Сотни еще есть? Или шенки. Все, да, десять пятьдесят. Спасибо вам большое. Спасибо. Один заказ за другим. Один заказ за... Слушай, вообще вот эта функция... Сейчас. Вот эта функция того, что Яндекс сразу мне находит следующий заказ, учитывая мое нынешнее местоположение. О, она мне прям очень нравится. Так это удобно, конечно. Просто сразу же... Блин. Просто сразу же пригоняет следующий заказ, и можно вообще не останавливаться. Ну что, друзья, закончилась моя смена. Я отработал свои честные десять часов в Яндекс.Такси. Могу сказать, что это был действительно интересный эксперимент. Мне все время казалось, работа таксиста такой романтичной, такой по-настоящему легендарной, что ли. Ну, не знаю. Таксисты всегда ассоциируются с такими хитрыми, ушлыми ребятами, которые зарабатывают деньги, которые знают какие-то всегда такие пути, маневры, да. Я заработал 6300 рублей. Это чистый заработок мой. Вычитаем отсюда 1800 рублей аренда машины. 1000 рублей я потратил на бензин, на 300 рублей я поел. У меня были разные совершенно пассажиры. Кто-то спал, кто-то болтал со мной, кто-то просто молчал, тупил в телефон. Довольно необычно, конечно, ну, живя жизнью такого блогера, да, почувствовать себя таксистом. И могу сказать, что, в общем-то, это нормальный заработок, учитывая там даже, ну, более-менее удачные дни. За 15 рабочих дней можно заработать 50-55 тысяч рублей. И это при том, что это больше, чем зарабатывают там курьеры, охранники, ну, не знаю, кто там еще приезжает работать в Москву. И работают, да, там, строители, наверное, некоторые. И при том, при всем, вы все время находитесь в движении, то есть вы видите город, с вами общаются люди. Это интересная работа на самом деле. Ну, если так посмотреть объективно, работа таксиста, она, ну, в моем понимании, она действительно интересная. Ну, и плюс я люблю водить машину, плюс сейчас лето, Москва свободна. И плюс, конечно, огромные это вот эти вот выделенные полосы, по которым я так с удовольствием катался. И они сильно упрощают нам жизнь, нам, таксистам. Видите, я уже как говорю, нам, таксистам. Я оценил все преимущества Яндекс.Навигатора, которым я и так пользуюсь в обычной жизни, да и все вы пользуетесь. Попробовал сравнить его с некоторыми другими навигаторами и понял, что Яндекс выигрывает, конечно, потому что он знает дорожную ситуацию, он перестраивает оперативный маршрут. Он знает, он может составить несколько вариантов, да, и плюс он удобно интегрирован с приложением для Яндекс.Таксистов, которое называется Таксометр. Само приложение, кстати, очень удобное. И, блин, вот самый шок для меня был то, что реально некогда даже остановиться водички попить. Я вообще был в шоке просто. То есть, я думал, что, знаешь, таксисты, они такие все время стоят. Знаешь, я сейчас как Юля Высоцкая, прям на ты с аудиторией. Знаете, как будто они все время стоят где-то, ну, иногда ездят на заказы. Нифига, я вообще просто не успевал ничего сделать. Я просто доезжал, или он уже начинает предлагать новый заказ, ты еще даже не доехал, он уже тебе предлагает следующий заказ взять. Либо прямо вот буквально через 5-10 минут после окончания заказа, то есть, ну, реально активная работа получается. Ну, я, конечно, новичок, я много чего не знаю, я не знаю, что нельзя уезжать в Флин. Я, короче, там есть зоны, в которых увеличенный коэффициент в зависимости от загруженности и количества запросов, да, на такси. И я эти зоны все время покидал, потому что, ну, потому что он меня уводил в Подмосковье, а не надо было туда ехать. Ну, в общем, это дело опыта. Но даже там, в Подмосковье, я успевал брать много заказов. Я немного устал, но зато я теперь знаю некоторые улицы, на которых я до этого не был. Так что, друзья, если вы хотите работать таксистом, если вы здоровый, нормальный мужчина или женщина, а вдруг, то, в общем-то, все это довольно просто. Приходите, тратите 3-4 часа своего времени, оформляетесь, и уже через там 3-4 часа вы можете выезжать и начинать зарабатывать деньги. Мне было интересно, мне было прикольно, надеюсь, вам тоже так было. Передаю привет всем своим пассажирам, пойду загоню машину в парк и поеду домой отдыхать. Это была бородатая езда, бородейте, не забывайте давать таксистам чаевые, нам это крайне нравится.